Так, вот, одну ведерко собрали, вторую ведерко собрали, третью ведерко собрали и вот целый мешок собрали орехов. Такой у нас улов. Тихая охота. Тихая охота. Забыла, вот же ж, еще одно ведерко. Большое такое ведерко. Чуть-чуть, они черные какие-то, смотри. Ну, некоторые черные. Да нет, они подсушатся, они просто лежали в траве. Хухухухуху. О, мы орехи тут собрали, пришли. А смотрите, какой шикарный стол накрыла Галя, а Валера приготовил плов. Шеф-повар вон по-каракалпахски так возлегает. Пловчик Валерин вкусный. А, еще что-то подождать? О, Галя принесла чесночок еще. Это айва. А, айва еще с айвой. Из айвы еще. И чесночок, вот смотрите, чесночок, помидоры, огурчики, он пупырчатый, с лучком. Все, садимся за стол. Все, считаю, дорогие мои друзья, сегодня собираем виноград. Я думаю, в прошлый раз Света с Тамарой собирали, а Кацаник на той стороне собирали. А с этой стороны не собран виноград. Спелый, перезрелый. Пахнет виноградом. Утром стою, у меня всегда насморк. После того, как я переболела коронавирусом в августе месяце. Помните, в сентябре, конец августа, начало сентября, когда Настя заболела. Но я вам когда рассказывала, что прививки, из-за прививок я очень легко перенесла. То есть у меня не было ни температуры. Один день, по-моему, один вечер, там пару часов, там было 374. Я не пила никакие таблетки, ничего. У меня все прошло, и я все отлично на ногах перенесла. То есть я совершенно не болела. Но зато, когда я просыпаюсь утром, у меня до сих пор, это уже прошло полтора месяца прошло, а у меня с утра такое ощущение, что насморк. Вот когда говорю, вот в нос говорю. Ну, а остальное вроде бы ничего. Сейчас покажу вам, сколько здесь винограда. Вон, твои винограда. Море и море. Винограда. С балкона. Это я снимаю со второго этажа. Здесь тоже. Видите, сколько этого винограда. А сейчас будем собирать. Хорошо установилась погода. Немножко таких облака. Всем чем-то заняты. Вася на рынок поехал. Сегодня торгуют. Тамара уже ездила тоже с утра. Говорит, на рынке продуктов, грибов. Я пожалела, что я с ней не поехала, чтобы вам показать. Полон базара, говорит. Это мне Тамара дала завдание грибочки. Она салат делает. А, салат? Будет делать. Это то, что Вася собрал? Да. А, понятно. И теперь вот я, она сказала, два слоя буду делать. Я чуть-чуть размельчила, и всё. А остальные грибочки так сниму. Сейчас. А тут он, все жужжат, тут бегут. О, Боже мой. Что у нас тут происходит? Тамара? Людей много. Надо чем-то кормить. Так. Марковча. Когда у вас людей много, обязательно готовьте морковчу. Особенно осенью, когда свежая морковь вот только выкопала сегодня Галя. И полезно, и много, и сытно. Да, и с шашлыком, это же вообще очень здорово. И с шашлыком. А мы со Светой, как всегда, на подтанцовках, да, Света? Да, как всегда, на подтанцовках. Посуду сюда, это туда. Это подай, это отнеси. Это подай, это принеси. Тут нарежь, тут начисть. Вот, хорошо, когда есть. Приветствуем жителей. Жители этого дома, правильно, правильно. Сама собой. Хотела быстро сказать. Всем большой привет. Да. Света мне нарезала морковку. Очистила и нарезала лук. Начистила и нарезала чеснок. Да. А морковчу делаю я. Это ж не да-то. И салат делаю я, скажи. Хорошо. Хорошо мне, Галя мне приготовила грибочки. Галя мне приготовила морковь, принесла. Галя мне... Ну, ты же на базар ездила. А мы что будем ждать, когда... Ну, когда ты... А салаты делаю я. О, как хорошо. Хорошо, когда старшая сестра, да? Тамара, а ты будешь делать этот новый салат? Да. Так давай покажем рецепт, когда будешь складывать уже. Сейчас, сейчас. Да, я... Нет, я не могу сейчас. Ингредиенты приготовила. Извините, я сейчас не могу, потому что у меня работы везде. Хватает бегать за всеми. Извините, как приготовили ингредиенты. Не-не-не-не, зовите меня. Не знаю. Так-так-так-так, надо бежать везде, успевать. Вы говорите. Люба не успевает работать. И надо везде бежать, все успеть снять. Работа везде кипит. Ну, мы с тобой виноград будем собирать. А ты чего уже сюда? Я уже собрал виноград, посмотрите. Да, конечно, собрал. Там, знаешь, сколько еще винограда. Ну, груши, груши. Пока ты уже одна тазика уже собрал. Так мне же надо успеть снять, видишь, там они... Рецепт мне еще надо успеть снять. Капец. Это ты снизу так снял? Ну, наверх я точно не полезу. Я тоже боюсь. Смотрю, ну, прогинается вот это вот. Надо сначала похудеть, потом уже. Будем ждать, когда ты похудеешь, да? Да, пусть подождут груши. Да. Груши такие. Я не знаю, они зеленые. Дерево сейчас сказал рвать. Может, они созреют, когда уже будет зима. Ты не пробовала? Да они вообще не вкусные, вообще я не знаю. Ну, так поли... Ай, осторожно, аккуратно. Ты как-то кидать собрался, что ли? Я думаю, ты собрался кидать. Самый главный работник у нас, это Денчик. Самый главный работник. Галя, привет. Что ты там бегаешь? Да-да-да, видишь, хвостиком мотылеет, лишь бы не оторвался. Ты чем занимаешься, Галя? Я говорю, что побежала на кухню, и ты то делаешь, это эти делать. Не успевай салат Галя сейчас будет делать. Курам, монгольским собакам надо было. А-а-а, Света у нас, видите, фигура там, фигура тут, фигура там, фигура тут. Давай, 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 пойду вылью туда воду. Ага. Я же это помыла, посуду. Закрою? Да. Где? Что-то тебе не мешает. Действительно, кто ее открыл, двери. Здесь дрова сушатся, здесь так пахнет. Ой, в детстве, помню, у бабушки так пахло дровами. Так. Все, кто у нас? Ага, стингер кушать, мешать не будем. Так. Не мешай, я только там муршать буду. Не говори. Ну вот, линоград внизу собрала. Теперь надо на второй этаж лезть. Может, там Камал поможет. Ой, он такой вкусный. Сладкий. Вон вверху сколько много, видите? Это все. Еще где-то так с ведерка выйдет. Камал? Все дела поделал, что ли, уже? Да. Еще? Ничего, я поеду, постригусь. А что ты не на своей машине? Моя на ремонте. А, ты уже отвез свою на ремонт? Да, уже отремонтировали, надо забрать. Сейчас поеду заберу. Ага, ясно. Поеду сначала на шестрижки. Блин, тут такие парикмахерские, все деловые крутые, блин. Да? Надо записываться по времени, все не заняты, короче. Да ты что? Думал, подешевле будет. Тут, например, только за 100 гривен можно постричься. А в Киеве 150-200 гривен, это дешевое тоже. Думал, сэкономлю, я же экономный мальчик. Ну? Много не зарабатываю, надо экономить. Ага, оказалось, что все занято. Оказывается, все занято, да. Ясно, приедешь красиво покажу. Да, если получится постричь. Не получится, приеду таким же. Я думаю, на время запишусь, может, на завтра. А, на завтра запишусь. Ну, давай. Мама тоже хотела постричься, так мы вместе поедем. Ясно. А что, одна парикмахер у тебя и у мамы? Я сейчас спрошу, я не знаю, я сейчас буду ездить по парикмахерам, кто свободен, то и договорюсь. Наверное, так, я так думаю. Надо же к хорошему. А какая разница мне? Как красиво должен быть. Как его машинка, да и все. Грушу сколько смогли, собрали. Какая-то такая она интересная, смотрите. Остатки сладкие, смотрите, перец собрали. Потом еще дособерем. Галя дает мне задание. Каждую свеклу нужно вот так завернуть. В один раз или в два? Два слоя. Два слоя? Два слоя. Два слоя тура. Два слоя. Угра. Два слоя. Два слоя. Самую легкую наверх послали. Я думала, вы в прошлый раз вверху здесь собирали. Оказывается, и здесь винограда полно, смотри. Даже верхолаз. Верхолаза, да. Все, что внизу, все любина. Все, что верхнее, это мое. А вы с Тамарой разве не собирали здесь виноград в прошлый раз? Собирали, но не везде, видишь, который поспел. В прошлый раз собрали. В этот раз черный. А я думала, только остался тот. Ну да. Здесь и красный, здесь и зеленый. Вон, смотрите. Здесь тоже можно. Вот так вот можно смотри. Собирай. Сказать. Виноград, падай. И вот так, тик, подставил. И только раз под этот. И оно уже и падает само в корзине. Ой, приятно, когда вот так вот ароматами такими, да? Виноградными. Аромат такой. Виноград. Пахнет. Сюда только в одну зеленую, а в одну красную, да? Собирать будем. Ну да, я отдельно собираю. Что-то на вино, что-то так покушать. Все, сюда. Таня рассказывает, что вот Facebook, ее вот всегда вырезают, фотографии делают, фотошопы делают. И Таню, ее семью, меня. Я уже не говорю. Меня там уже вообще и постель продаю, и что только я не продаю. Ладно, это такое дело. Это особенно по российскому телевидению. Так вообще там вырезают все мои видео по кусочку. И Вася вставляет, что он про грибы рассказывает. И Таню, что она там на столы. Это специально служб, которые показывали, что вот так вот воруют. Ты понимаешь, Россия это же такая страна? Как это называется? Даже не знаю. Как света их назвать, вот это, которое воруют, и им нет это? Беспредельщики. Как называют эту страну? Ну я знаю, что если воруют эти докторские, то это плагиат, ну который копируется воронку. Во всем мире, во всем мире, можно пожаловаться и примут меры. А в России это же нет. Оно все по беззаконию, понимаешь? Ты хоть пиши, хоть не пиши. У них телевидение ворует вот так твое видео, кусками вырезают твое видео и ничего. И даже не спросят никогда. Просто вырезали и все. Кто-то работает, время тратит. Да, да, да. Готовенькое своровали. Готовенькое своровали, как Таня пригощает. И вот мне зрители пишут, что вон смотри, Таня, показывали с твоего видео куски, как ты снимала, что Таня на стол собирала. Или там, как белили, или как деревья сожжут. И насчет Тани. Начали же фейсбук. Просто вот, как будто она рекламирует, продает какой-то дом, хату. Ну, Марию Семеновну тоже берут с Василием Петровичем. И я людям, ну, как бы расскажу, не трогайте Таню, да? А они все пишут. Вот, это никто Таню не трогает. Это ты сочиняешь. А потом хотят видеть Таню, да? Понимаешь? И, главное, пишут. Или они не досмотрели видео, пишут. Ну, хотя бы извинились потом, да? Я же не просто так это говорю, и не просто так. Так, Таня начала. Люба, а это же, будет он тебе изменяться. Да не говори. Он наглый, он везде. Наглый. Даже не думать, что это... Это плохо, да-да-да. Даже не думать, что это плохо. Что вот обманывать ее, лишь бы там оскорбить, допустим, да? Да мне-то, господи, я сама себя знаю и свою семью знаю. Ну, просто, знаете, да-да, на государственном уровне у них, если телевидение такое показывает, то что, простые люди, конечно, могут и оскорблять, и писать гадости. Да, это, да то, что там, где-то дают на суд, и сразу... Какой суд, там, если даже ты прав, что люди выходили на демонстрации с одним плакатом, что я против войны. И то судят. А что уже говорить о каких-то этих... А больше где? Никакая другая страна вот так вот не ворует, ни в видео, ничего. Командир пришел, командир пришел. Галя дает команду, сейчас соберем. Команду дает. Соберем и плохие тоже для кого-то. Чуть-чуть подачу подми, или ты отсюда еще... Ну, давай мне другое ведро тогда. Вот это плохое ведро. Для кур, да? Вот еще я вам приготовила. Только собирайте. Лишь бы работали, да? Да. На свете они не так очень много. На свете они не так очень много. Это хорошее, да? Так одной рукой неудобно. Сейчас поставлю телефон. Телефон. Здесь, видите, уже осы половина поели. Куры поедят, да. Куры поедят, да. Вот эти черные кину. Подай как-то хороший. Нет, другое хорошее сделаю. Вот это вот это большое. Я в него все вкладываю. Это куры очень большие. Тебе его поставить. Да-да. Верховас свою работу закончил. Это Галя с куром. Венцо, венцо. Да. Это на венцо. Ну все, Верховас иди. Кофе пей, чай пей. Что ты там хотела, то и делай. Чай, чай, чай. Чай. Света не очень любит кофе. Она в основном любит пить чай. А внизу еще осталось. Видите? Ага. Еще внизу вот светину надо. Еще вам покажу. Вот. Все. И здесь тоже виноград уже. А, видите, некогда. Вач? Ой. Еще винегрет. Это свекла уже испеклась. Видите? Закончили. Ой-ой-ой. И сколько копчен? Так, осталось там чуть-чуть. Сейчас закончим. И сегодня с виноградом покончено. О, не успела я закончить. Венкомал приехал. Так, приехал красавец. Красавцем. А ты сегодня уже подстригся? Да. На другой машине. На другой, да. Все, отремонтировали тебе машину? Ой. Что? Как тебе сказать? Машина старая уже. Неизвестно. Там где-то течет, не знаю где. Не можем найти, где течет. Понимаешь? Капец. Как ездить теперь? Так и езжу. Не знаю. Ну, покажись-то, какой красивый. Какой красивый. Надо же помыть голову, блин. Все, подстригся красиво. Так что, нашлось место, да? Да, да, было место, было только вот это вот. А Галю записал? Нет. Чего? Нету места? На завтра пришлось. Надо записать. На позже ты назовешь? На завтра. На два часа. Ага. Записал? Нет, не записал. Надо было в Пазани записать. Да там народу много сегодня, вообще невозможно. Да? Все же на рынок, после рынка стричься идут. Ясно. Бегут, точнее. Ну, видишь, тебе как повезло. Ага. А мы тут без тебя уже и виноград собрали. Молодцы. И все поедем. И все поедем, чтобы там взру было. Приехал пан-директор. Где твоя папочка, пан-директор? А, вот это, да? Сейчас такие папочки, понятно. Вот. Смотрите, как красиво грозди висят. Валера шашлыки здесь делает. А несколько дней хватит. Вася с базара приехал. Хороший был базар, Вася? Ну, ты все прогул. Да? Молодец. Поздравляю. Так. А, пахнет шашлычками. Это ты какими дровами-то? А для чего, Валера, ты кукурузные эти стебла сюда кинул? Запах. Чтоб запах был? Я прошу ничего. Я думаю, что такое? Там же ж не... А, горит. Смотри. Да. Просто лежала она. Кусочки, смотрите, красивые, ровненькие. И Валера с шашлыками. Иди, картон у меня найдет, махатик. Данечик, ты что, помогаешь, Валере? Валере, помогаешь? Пошли картон искать. Из тысячи уторгованных пятьсот пойдет в фонд притулы. Ага. Слушай, что жалят, надо чашку пива наливать. Ага, понятно, понятно. Пап, ты пива будешь? Галя, где картону найти? Валера дал задание картону найти. Пойдет? Нет, интересно, да, картонка. Вася фонд притулы посылает деньги. Я в СССР посылаю. Раненым посылаю. Только получаю деньги. Пойдет? А пахнет, а пахнет. Ну, наливай. Галя красивенькую тебе принесла, смотри. Ну, она тонкая, по-моему, Галь. А, ты две? Решил соединить. Пиво какое? Воска, 17-15. Не, любая. Реклама пошла. Как дурные становятся. Я не люблю пиво. Да я вообще не люблю пиво. А ты продал все грибы? И грибы продал. По дешевке, правда. Ага. Ну, главное, что продал. Молодец. Все, в фонд притулы. Как в старые добрые времена. Собираем на стол. Хлеб пока накрыли. О, шашлык приготовился. Винегрет, морковь, чай, огурцы соленые, салатик Тамарин. И вот, у нас всегда мужчины готовят шашлыки. Ой, немножко здесь пригорело. Вот здесь вкусненько. Пахнет. Если бы вы знали, как пахнет. Этот салатик никак не знаем, как назвать его. Что Тамара делала. Осталось только пюре и садимся за стол. Пюре готово, только стояло, чтобы оно уже, наверное, со сливками. Стало кушьим. Делать жижи. О. Я специально еще и ета даже не мыла, чтобы. Видишь, все, горячий, слава богу. Чуть жильче, да, будет? Ну да, чтобы. А то ножом стоило.